Сори, гайз, вы не поверите, что произошло, почему я подрубил на час позже. Ща вам покажу, ну, ща вам покажу. Просто, короче, вот представьте ситуацию. Выхожу я из душа, прихожу я, короче, в свою комнату. Прихожу из свою комнату, у меня в двух руках ножницы, шампунь. Постригся недавно, зачем я шампунь, не, ну шампунь полюбов нужен. Короче, ножницы, шампунь, что ещё? Что-то ещё? Что-то на уровне шампуня. А, наверное, гель для душа, я уже забыл. И что-то ещё у меня в руках. В общем, неважно, рофлы у меня всякие в руках. И, в общем, иду я, короче, вот, и, короче, думал, ща буду подрубать. И тут внезапно, каким-то чудом, ну, я просто, ну, у меня ноги всегда мокрые после душа, потому что я почему-то никогда не могу их выделить, они всегда мокрые. То есть, сколько я не вытираю полотенцем, они будут мокрые. Я поскользнулся вот на полу и просто улетел. Я так ещё никогда не падал. Я улетел, как будто я летел с затылком, не об стенку. Ну, в общем, я летел вот с затылком, да, ударился под затылком. Ну, я начал себя контролить в воздухе, пока я падал. Пытаюсь так контролировать падение. Пытаюсь как-то спину там выгибать, ну, напрячься. И чтобы ещё ножницами не порезаться, потому что у меня в этих руках ножницы были. Пытаюсь как раз ножницами жёстко порезался, когда так падал. Ну, это было в душевой кабине, а не так. Короче, падаю и, блин, пальцем ударился об кровать и просто расхуярил на куски палец. Сейчас покажу. Там на фото ничего не видно, потому что я уже убрал. Ну, это, собственно, где-то минут сорок заняло. Я убирал кровь. Тут не видно, но у меня крови было прям миллион. Залил туда миллион этого йода и т.д. Что-то, anyway, кровь полчаса шла. На недельку до старого я уеду с Саренова.